Ассоциация шеф-поваров Юга Украины, организатор кухня Украины Погулина и проекта Украинской кухни Юкраинской кухни Юкраинской кухни Юкраинской кухни Юкраинской кухни Югороди Одесса. И сегодня шеф поделится собственным опытом открытия ресторана и расскажет экономические тонкости управления кухни. Евген Цибербранд-шеф Вельдаба, шеф-пухар ресторан Украинской кухни Ю, член ассоциации шеф-пухарей Півдня Украины. Евген пропагує работу с локальным продуктом, на его духу это возможность расширить свой святогляд, готовить простых на первый взгляд продуктов в неисподеваннейших условиях. Евген Цибербранд-шеф Вельдаба, шеф-пухар ресторан Украинской кухни Ю, член ассоциации шеф-пухарей Півдня Украины, засновник міського фестивалю Springfest и херсонского кубка шеф-пухарей Півдня Украины, бренд-шеф проекту Херсон «Вентажна кухня», а також автор проекту «Слуштуй! Смак Херсонщини». Я хочу этого Виктора спросить надо. Вот так вот сходу, вот в лоу, как Одесса смотрит на украинский ресторан? Друзья, всем привет. Тем не менее, не привыкли. Еще раз, друзья, всем привет, спасибо всем, кто остался. Тем, кто уехал. Тут я узнаю вопрос, который задавал в последнее время. Мне я устроил, как же ваш украинский ресторан Ю. Мне нужен вот этот пультик. Кликер. Кликер сейчас сделает. Красивое слово «кликер». Итак, друзья, я хотел бы начать нашу презентацию с того, что тема нашего доклада будет «Как же открыть свой ресторан». Я хотел бы, чтобы каждый из вас задумался над тем, что вы… Сейчас попробую. Нет? «Как открыть свой ресторан». Когда-то года 3-4 назад, возможно, немножко больше, я стал параншефом двух заведений, трех, четырех, пяти. И, по сути, стало, возможно, скучно. Я понимал, что каждый солдат хочет стать генералом. Каждый доктор хочет стать здравоотделением, и, далее, там, собственником своей клиники. Каждый повар должен мечтать стать рестораном, открыть свой собственный ресторан, в котором ты будешь думать. Что тебе готовить, чтобы ты была ткань. Погнал оценяющее выступление Дима Борисова, который рассказывал, что есть что-то в виде сетов, а есть что-то, что мы можем продавать для того, чтобы зарождать. Сейчас, открыв ресторан U, мы, в принципе, можем кайфовать. Есть работа, есть свой ресторан. Итак, для того, чтобы понимать, как открыть свой ресторан, есть этот атрибутер. Как я видел, возможно, кто-то сможет выделить больше. И... Сейчас я застану свой телефон. Есть вещи, которые мне очень понравились после выступления ребят. Вода прыгая, которые я записывал. Очень круто выступать последним. Можно украсить свой собственный объект уже, да? Да. Ребят, для начала, вот, я открыл свои заметки. Буквально до последней минуты, перед тем, как вы все зашли в зал, я очень сильно переживал. Для меня, украинская кухня, что это? Это возможность, в первую очередь, заработать деньги. Таким я был где-то года три назад. Я думал, как же, какой же ресторан открыть и, ну, стать там лучше. По сути, мне было все равно, если она говорила, вот, буквально полгода назад, я говорила, что в моем сердце частичка итальянского кухни. Я ее обожаю. И вот так три года назад я думал, что же сделать, какие же тренды. И вот, ребята, в общем-то, очень легко. Тренды – это то, что зарождается где-то в Европе, потом раньше было Москва, потом Киев, а потом Литрион. На тот момент я понял, что локальная кухня стала безумно популярной. И вот те три года назад я понял, что я буду открывать украинские рестораны. Был я на тот момент фанатом? Нет. Я просто хотел открыть успешный ресторан. Я думал, какой же ресторан должен быть? Итальянская кухня, азиатская кухня, грузинская кухня. Я фанат кухни, и мне прямо приходилось вот что-то от этих классов. Но когда я начал разбираться вот в той философии, которую фанцинируют наши коллеги за границей, я понял, что, блин, какая же у нас крутая еда. И тут я вспомнил свои начисленные путешествия по миру, и я понял, что, блин, ребята, так у нас же продукты – они из лучших. Но два года назад мне трутили все увеска и говорили, что крэзи – это в каком-то крэзи – это нафиг, никому не нужен. И возвращаясь к той первой своей мысли, когда я сюда шел, открыл уже и сразу украинской кухни, я так боялся, что в этом зале будет человек 30-40 каких-то крэзи фанатов украинской кухни. Когда я увидел, что это мероприятие никак не меньше, чем мероприятие, на которое приезжают лишние носки шеф-повара, топовые шеф-повары европейские, я так радовался, что прям, ну, вот просто нигде дать. И главной целью, как открыть свои знания, ребята, вы уже ставили эту дорожку. Украинская кухня популярна, она должна быть в сердце, она везет вкус на крутые продукты. Итак, про пути. Первый путь, с которым я начал – это идея есть, денег нет. Вот типа вот создавал мне его родителей. И я решил всем рассказывать, какая крутая украинская кухня, но не очень мне появлялись инвесторы. Что же сделать для того, чтобы украинская кухня стала популярной? На тот момент, два года назад, мы долго общались с Женей и придумали стратегию развития украинской кухни. Больше года назад мы провели дни украинской кухни, это было неспроста. Мы начали выступать по всей стране, зачастую не брать денег ни за поездку, ни за продукты, а показать, какая же она реально крутая. И этой идеей мы заразили большое количество поворотов. Огромное спасибо тем, кто начинал до нас, тем, кто развивали кухню вместе с нами, и тем, кто подключился в последнее время к развитию украинской кухни. Я уверен, что если скандинавты сделали за кухню топовое мнение, то я уверен, что мы так точно сделаем. У нас просто будет их 100-100 раз лучше. Есть цены, которые есть один-два-три клиента, прям очень шутки, но не так много. Итак, первая идея простая, мне интересно рассказать какая классная идея. Будут ли вы изучить для них? Открыв уже где-то в заведении 20, я, ну, отнесся к этому, так было еще одно заведение. Когда я планировал из страны в юг, идея была миллион. За два года я продумал название. Первоначально должно было быть звучать лес и море и стиль. Это одна из тех стран, в которых есть продукты леса, продукты моря и продукты стиль. Это хлеб, который я безумно благодарен тем познаниям Игоря Лавишна, как прям в космосе. И давайте мы попередим некоторые страны европейские, ту же Россию и Москву. Это маленькие форматы, в которых вам не нужно вкладывать большое деньги в оборудование. Вам нужно будет открыть маленькие нишевые заведения, как некоторые говорят, щели. Об этом я рассказал вам огородик. Это прям фантастично, когда человек в ресторанах, это было бы очень тяжело. Есть посадка 60, 70, 80 человек и свыше этого. Я просчитал, сколько нужно оборудование. Ребят, сколько у вас? Для того, чтобы открыть успешные сезон, вам нужно проще относиться. Первое. Инвестировать себя. Чем больше вы посещаете, вот каждый из вас сейчас посетил мероприятие, получили по какой-то доле новых эмоций, новых идей. Чем больше вы знаете, тем больше цены для сотрудников. Чем больше вы заработаете. Далее, когда у вас зарплата повышается, уже есть возможности сотрудничать с большими компаниями. Как, к примеру, я. Вознесло вам «Обоскор» и самого «Обоскор» работаю. Для того, чтобы прогнозировать концепцию, нужно не так много. Взять всю экономическую составляющую. Конечно, на самом деле, тема очень обширная. И кому будет интересно, ребят, что касаемо экономии на оборудовании, на наслуги, на продукты, обращайтесь. Чуть позже, после мероприятия, я вам расскажу. Тренды я заряжал. Дальше лакансы. Наш ресторан «Юль» мы планировали открыть на Тилипатской, какой-то из улиц, которая прям очень-очень туристическая. Почему? Потому что все еще украинская кухня не столь популярна. Себестоимости маленькие. Коэффициенты очень большие. И я очень надеюсь, что многие рестораны в Украине пересмотрят свою идею и перестанут готовить фейковую итальянскую еду. Если итальянская еда, то итальянские продукты. Если азиатская кухня, то азиатские продукты. И будут готовить, по сути, правильные продукты. Так, я опять заряжал наперед и про размер заведения уже проговорил. Теперь мы немного поговорим о наших ресторанах. И мы посмотрим маленькое видео, которое сделала моя любимая компания «Лэпер». Ператора Субтитры делал DimaTorzok И мы думали, что же, как же составить меню И меню у нас обновляется очень часто Мы проработали всего лишь больше месяцев И уже обновили меню Через буквально 9-2 у нас будет следующее обновление И возвращаясь к лекции Борисова Мы понимаем, что странно Задать высокую планку, которая будет непонятна украинцам, невозможно Поэтому первое меню у нас было весна простое Это то, что от души И частично мы будем По одной, по две позиции Добавлять Не из детства, а уже из будущего То, что говорил месяц Делать наш ленд И теперь как бы там по команде Она для меня архиважна Когда-то мы с Женей начинали работать в одном ресторане Женя по чуть-чуть рос Вырос до шефа И потом начался убивать Стал лучшим шефом, повером Совсем с зарплатой И потом Я его, в принципе, решил уволить История про знак Как это Женя Эта история слышна много раз В общем, Женя взялся за голову И начал прогрессировать Ребята Самое главное в нашей профессии Это не останавливаться Каждый день идти вперед Развиваться И достигать новых вершин В тот момент Женя Выросл Стал шефом И вот Те три года назад Мы говорили Про который я рассказывал Когда мы начали говорить о новом ресторане Мы решили, что мы его откроем вдвоем Единственное, что там очень крутой ресторан Когда был из Тамбардо Сейчас этот шеф ушел в другой ресторан Свой открытый ресторан Со своим Со-шефом И Вот То же самое произошло у нас Женя Сейчас Так как Украинская кухня Не столь популярна Я отвечу на Миллионный раз задаваемый вопрос Как у нас в ресторане Ю Первый месяц У нас в Минусе Благодаря тому, что я работаю в компании G-Group Я могу немножко доинвестировать До Вот этой точки Когда мы сможем оплатить зарплату И так далее Что радует? Радует, что гостей, которые приходят каждый день С нами все больше и больше И больше Они приходят каждый день Мы не сделали еду Гламурную Для красивых там девочек И так далее Мы сделали простую, обычную Еду Которую Мы хотим, чтобы люди приходили каждый день И ели Не дома А ели в ресторане Так как во всей Европе Люди приходят Кушают просто в ресторане Мы крутая нация У нас крутая культура Как бы там Нам не нужно ставить коэффициенты 5, 7, 8 Или зубо дорогие продукты А сделать еду точно так же Как в Европе Доступную для обычного аппарата Сейчас передаю слово о Жене И расскажем про следующее облюдо Ну Наконец-то Всем привет Салют Здрасьте Наконец-то Мы хотим сегодня говорить про Европейского региона Вернее Южного Что конкретно Это морепродукты Понятно, что есть Латшмарк Есть там Куча разных блюд, которые все знают Но мы будем говорить все время Именно про морепродукты А конкретно Про мини Как их еще можно приготовить Интересно Никак на нас 9% случаев Когда в виде сливочного соуса Чистого опыта В общем, мы готовим закуски Я считаю, что закуски это очень круто Особенно в летнюю пору Круто брать несколько Немножие закуски с вину Безьяном И на самом деле Это очень крутая баба И главное Это закуски Это в виде Которые приготовлены На основе Трех рецептов Первый рецепт Который Который Подвергались Керемической обработке В виде Это Классический рецепт Который в виде У Франции И уже по всему миру Это Чеснок Репчатый лук Немного белого вина То есть Закрываются крышкой И до начала В виде Открываются Затем Мы их Коптимим Для чего Коптимим Для меня это такой Вкус из детства Потому что Все ребята Которые Живут в Одессе И обычный парень С района Который живет В частном секторе Мы с детства Мы собирались Толпой Ездили домой После того как Мы покупались Мы селились Мы хотели ловить Видии сами На пирс Собирали их Привозили их Толпой Обратно Ольон И готовили их На распиренном Весел И Закрываются Все Это очень вкусно И Это докторило меня Что вы сделали Эти бидии Корчунами И третье Это Те 99% То есть То что я говорил Это Бидии Сливочный соус Мы Это блюдо Добавляем Сыр Остальные Клименты Намного интереснее Мы в бидии Добавляем Этот Прекрасный Бульон Из белого вина Бульона Мы когда создавали это блюдо Мы понимали Это самая Подливка Которая остается После приготовления бидии И Мы понимали Если мы просто это все Зальем На тарелку Во-первых, не будет Никакой эстейкер делать Все ингредиенты Просто смолятся биди Бульоном И мы сделали Вот такой вот гель Из Бульона Из бидии Просто После приготовления бидии Мы этот бульон оставили И мы его Хорошей хомробили В тирамиксе И закинули это все В сентябре Клюше нам еще используют Клавит Абхаб Один мог ягель Второй мог Социальный Один мог Нам собирают Под хитфоном Это который ягель Он красный Так на фотографии Второй мог Нам Высылали Еще не было Был Так Он именно Готовит Мох Готовил Ужин Вне Украины За границей В ресторане Северной кухни В городе Как сейчас можно говорить И они там очень Ждивно использовали Этот мух Они меня так привели на это Но я не готовил по их рецептам Я бы не думал свой рецепт Рецепт приготовления Каждого из этих продуктов Как это были ребята Ягель Ребята сами на самом деле Едут в лес Собирают его там Приводят к себе в ресторан Аккуратненько к инцетикам Выбирают все Слишки хуи Из ягри Аккуратненько к инцетикам Они просто жарят в луку Во фитюре И высыпают сутки молву Ну для меня это было Просто и непонятно Потому что Страшно Земля Которая оставила себе Глоба И так далее Мы ее посмотрели Любим видом Мы берем этот молв Он на самом деле Это черный каст Он серый Ответа Как геймер Мы берем молв Замачиваем его в воде Нас узкие штуки Все земля Все излишки Которые в нем забываются Все осталось вниз Потом он меняем Еще раз Затем мы его Хорошенько чистим Пинцетом Выбираем все Хойные Излишки Из земли Древесины Которые в него забываются После мы его увидим При температуре 85 градусов Около 2 часов После Сушим При температуре 60 градусов На гидраторе 1,5 часа Второй молв Центаре В своем своем мире На самом деле Он очень горчичный Для того, чтобы он Был нормальный по вкусу И твердый И приятный был Мы его Готовим с маринадом Сувиди Около 2 часов На температуре 85 градусов Такой каринад Это солод Делаем такой рассол Солод Рассол Черный перец Соль И калинца Какой имеет вкус Вот Центаре По текстуре напоминает Дотные Водоросли И Еще Мы подаем Основные Веточки Это На фотографии Это Морская Сваржа Солимония Которая Произрастает У нас На морских побережьях И Мы с Виктором Собираем И Сами Вот Я думаю Что можно Направить камеру На сборочек Я сейчас покажу Соборочек И Завершаем блюдо В репетированном Редисе Дабы добавить свежесть Это блюдо Пояснить Это блюдо Не просто Для мастер-класса Это блюдо конкретное Которое есть В ресторане Которое мы продаем И Вовремя Для них Вовремя 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 Что-что На филе Вовремя Эта порция Извинительственного Сета На фотографии Она чуть меньше Которое Вовремя В ресторане Подается На Суп Вовремя Вообще В инстаграм Есть Миню Полный Став На Один И Вовремя А Скорее Вовремя Вовремя До Вовремя 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 стараюсь привести для себя новое. Сейчас мы ехали по дороге и собрали вот такие вот цветочки, что скажет, что это супер, можно дать просто понюхать, можно даже ничего не делать, а вот просто взять и понюхать, что за цветочки растения. У нас многие знают названия какие-то импортные. В своем меню есть маскепцилинка, многие знают, что вонгали, не писал, не писал, не пишет, не видит, так это животные. Все знают названия слова, ребята, давайте учить наши слова, что за продукты есть. Безумный аромат, это то, что можно использовать в мариновке, мясо и так далее. Есть латурный аппарат, можно не паковать в пакет, если вы считаете, потому что прям дорого вы в мисочку положили, немножко нашего цветного масла, немножко вот таких вот цветов, и вы получите новый аромат для этого блюда. Для меня тоже новинка, вот то, что Виталик показывал в своем виде, тоже демонстрировал на своих физиционных тарелках. Вот такой вот цветочек листики, называется, я вот здесь сегодня 3 раз спрашивал у Виталика, как же он называется. Я родился в Львове, и я забыл про некоторые продукты, которые есть в этом регионе. Они крутые, это ревень, это хвощ, который я как-то в детстве разбирал, как-то в керетике. Сегодня в приготовлении блюда мы будем использовать сливочное масло. Почему? Вот сегодня, кто-то не помнит, кто из спикеров говорил, что сливочное масло, его жарить его нужно обязательно сначала протопить, цедить и так далее. Почему? Потому что в Украине есть очень много компаний и честных, которые пишут на своих упаковках масло. На самом деле, когда я пробовал в Львове, на пару годов, я понял, что тот продукт, который называется масло, у нас не сменит масло. Сейчас использую плиточку, сирианский масло. Это более неадекватное масло. И не топлю. Так вот, когда я обжаривал, постоянно появляются плечёжные хлопья. Не понимал, почему, почему. Вот как эти французы делают. Я понял, что на самом деле это очень крутой ароматизатор. Это очень крутой улучшитель вкуса. Как томаты, как шафран и так далее. Сегодня мы приготовим хвощ на сливочное масло. Сливочное масло мы дали без упаковки. Я его забыл, не знаю, что это масло, если мы закатаемся обжарить. Сначала надо немножко добавить сливочное масло, а потом — это сливочное масло. Вик-драй, я держа. Мясо. Что касаемо продуктов, ребята. Во всём мире есть какие-то топовые продукты, которые не просто так стали популярными, как та же моцарелла, как тот же пармезан. Гордитесь продуктами, которые есть в Украине. Многие из тех, кто говорит, что продукты у нас в стране плохие, они просто не были за границей. Когда я организовал «Дни украинской кухни» год назад, то я познакомился с шефом, который живёт в Лондоне, и он говорил о том, что как плохо, что у нас продукты не очень, а как хорошо, что в Лондоне продукты крутые. Так вот, до этого за месяца полтора я был в Германии, в основном со стермерами, который выращивает в Украине продукты, и отправил мне всё на Украине, а конкретно в Лондоне. Стоп! А я? А я из Одессы, не из Сальвова. И я забыл сказать немного про Сальгорнию. Сальгорния, кто не знает, владеет очень крутым вкусом, хрустящий и солёный вкус. Мы минии не сорили. Потому что я говорю, что мы готовили минии по флотцузской технологии, с луком и белым вином. Сальгорния, который не намаляет соль. Потому что в их минии достаточно соли от 88-го воды. У нас в этом блюде есть соль от Сальфорния, которая имеет очень солёный вкус, за счет того, что она растёт солёной сеткой. Ну, в принципе, и кто? Можно отдать его на фото. Так, теперь о нашей кухне. Начинаем мы первое меню с самых простых блюд. И мы ввели в меню то блюдо, которое я ел бы есть. Это пюрешка, котлетки и маринованный помидор. Но чёрт как бы не зашло бы. И вот тут возвращаясь к маркетингу, я подумал, раз они продаются, давай-ка я сделаю не две котлетки, а назову пять мини-котлеток из... либо это телятка, либо из ларни, либо из курицы. С картофелем коре. Оп, как бы, иначе надо продраться блюдо. То, что я говорю, первоначально кусту мы не можем дать супер... что-то отличающе от его восприятия. Поэтому первое меню у нас... Второе меню, оно весьма простое. Обычная мязка. Это наша обычная шуба с селёдкой. И одна из причин, почему мы поменяли меню, это то, что мы хотим быть честными перед кристаллами. Мы не хотим обманывать, до Найки уже нету, уже не сезону. Сейчас мы его используем в обычной сезоне. Это несколько из позиций нашего меню. Слад с курицей, которую не особенно видно. Там есть... Так как я говорил, что в душе я немножко итальянец, я сейчас люблю итальянскую кухню, но... На прошлом, кто был на критике в часами, я помню, что мы старались готовить то, что есть в Италии, но одинаково есть такие же, точно такие же блюда в Украине. Это галушки. Есть несколько вариантов. Есть паровые галушки. Это вот аналог пасты наверху. С телятиной и соусом. Понятно, что вареники они должны быть. Украинская кухня это не только божженые галушки. Как я честно говорю, честно говоря, многие используют. Но, тем не менее, без вареников мы не можем. Тесто с шпинатом. Далее салат с розбифом. Язык со стеками с капустой. Мы стараемся не использовать какие-то иностранные люди. И тут я хотел бы передать слово Александру, который рассказывал про очень крутой и очень важный для нашей страны проект «Утажная кухня». А я пока скажу два слова потом еще из наших партнеров. Компания «Вода Али» заставляет родниковую воду, которая выходит на поверхность самостоятельно, а не с помощью насосов. Это уникальный случай, когда сама природа позаботилась о том, чтобы подарить человеку чистую воду из недр земли. Можем ехать дальше? Всем здравствуйте. Спасибо большое за внимание. Спасибо за внимание. Я рад, что пригласили. Все будет нормально. Все будет нормально. Значит, проект «Красионно-минтажная кухня». Как вообще он боится? Однажды ко мне пришел в ресторан «Историк Марина Горасова». Она предложила создать такой проект. У нее есть доступ к архивам. Она подняла документы и увидела, что раньше в «Красионно» была какая-то кухня, нашла старинное меню, которые были. И предложила поучаствовать в проекте и воссоздать эту кухню, которая была раньше. Мы подумали и решили, как бы, ну, почему бы нет, почему бы не попробовать, если есть возможность прикоснуться к истокам, к истории, попробовать возвратить то, что люди ели в 130 лет назад, в 17-19 веке. И мы начали работать над проектом. Марина Горасова долго занималась в архиве документами. В течение года она находила документы. Столкнулись с такой проблемой, что документы были написаны французскими словами, но русскими буквами. Поэтому она обращалась к посольству Франции. И там они выходили на поваров, и им переводили эти рецептуры, переводили слова, которые нам были непонятны. Не зная истории, мы не можем строить будущее. Какая же была история нашего города? История кулинарии Херсона зарождалась вместе с зарождением края. Так как у нас было много преселенцев, были австрийцы, болгары, греки, англичане, евреи, итальянцы, немцы, французы. Каждый привозил что-то свое. Привозил какой-то продукт. Допустим, болгары завезли в наш край. Так у нас появились овцы и появился сыр. Греки, они готовили, ну как-то уже когда начали копаться в документах, начали смотреть, какая нация, в чем была лучше. То есть греки готовили очень вкусную рыбу. Англичане завезли в наш край со солью. И мы так потихоньку начали этим всем заниматься. На протяжении года нам уже дали рецепты, переведенные Сергей вам. И мы решили, почему бы этот проект не запустить совместно с туризмом Херсона. У нас летом мало туристов, так как все выезжают в основном на моря и Херсона становится пустой. Музеи закрываются в 12. И мы решили собрать рестораторов и предложить им поучаствовать в этом проекте. Помочь, ну плюс там их шеф-повара. Мы создали такую команду сразу из 15 шеф-поваров. Потом их оказалось уже семь, некоторым стало неинтересно. Кто-то в этом не видел там будущего какого-то. Но мы все равно на протяжении полугода продолжали работать над проектами. Таша, а я, извините, перерываю. Вот спроси, в какой момент ты сказал им стало неинтересно. Вот в двух словах подробнее. Интересно психология. Вроде как все в одной лодке, что неинтересно? Ну, в плане неинтересно, что... Чисто, знаешь, как говорят, по деньгам неинтересно. Интересно, да. Ну, мы больше этого делали в угон как бы на туристов города. Ну, чтобы приходят люди туристы спешать. И мы такой создали астрономический тур по Херсону. Но он как бы астрономический тур уже в конце появился. И некоторым шеф-поварам стало неинтересно, как бы. Кого-то уже доработал, но в итоге остался другой. То есть они захотели в общем какой-то такой проект? Да. Ну и те, которые остались, мы доделали свою работу. Вот пример меню. Как было раньше в те времена меню. В те времена всего-навсего было два заведения. Это были, ну, описываются трактиры и ресторан при отеле. В Херсоне было два отеля. Был отель Одесса, и при нем был единственный ресторан в городе. И был отель... Ах, блин, пожалуй, у меня ничего не просто. Да. Санкт-Петербург. И люди... Это наша клуба, тут уже юморист-автор и все дела. Да. Дурная программа. Да. Для людей поход в ресторан это было, ну, что-то такое праздничное. Так как мы увидели, что в этот день вот играл оркестр, танцы были и все остальное. Так. История одного повара. Все одного блюда изменило наш жизнь. Так как в те времена были крепостные, в Херсоне был князь Потемкин. Он первый основал трактир в Херсоне, и у него был повар-казак Иван Головков. Он очень гордился своим поваром, как описывается подробно, он его везде брал, везде он ездил. И этот повар готовил очень уникальное блюдо. Оно называлось гусь-баричками. Раньше мы читали, что все блюда в основном тушились, запекались. Это была в основном дичь. Дичь даже в некоторых моментах указывается, что она запекалась в глине, в костре, и потом глина вытиралась, и это мясо подавалось. Мое блюдо, благодаря которому, это исторический факт, гнязь Потемкин дал пойму своему повару и всей его семье благодаря этому блюду. Это гусь-баричками. Сейчас его презентую. Сейчас покажу дальше чуть-чуть. Я вам покажу некоторые блюда, которые мы отработали. Их всего на сегодняшний день десять. В семи ресторанах. Будучи в Херсоне, вы можете сходить в эти семь ресторанов, расписанный гастрономический тур можете пройти. То есть это завтраки, обед и ужин. Будучи в Херсоне, вы можете не просто погулять в музей, вы можете утром пойти позавтракать амлет в ресторане, вы можете съесть вкусно всю и вечером вы ужинать и достану. Это карп в вине. Здесь херес карпа и херес пастернана. Это блюдо, над этим блюдом мы долго работали. Оно находится в ресторане Банатаман. Мы его прорабатывали раз в десять. И в итоге уже шеф-повар этого ресторана, на последнюю проработку, принес пять разных видов этого карпа. Мы все делали, что хотите, я уже не могу. И из этих пельки ски взбили одно. Получилось очень вкусно. Это буляж. Итак, съедим. Мы приготовили ягненка. Баранат и басица кава. Главное, это то, что есть в голове. Часто говорит, повар, когда готовит, он говорит, блин, а я хотел приготовить вот так, или вот так, или вот так. Ребят, кроме повара, никто не знает, как должно выглядеть блюдо. Поэтому сегодня мы обжарили крутейшего украинского ягненка. Я считаю, что продукты очень крутые в Украине. И вот Ламбик это прям идеальный продукт. Мы приготовили ягненка в трех подачах. И никто не скажет, что это не украинское блюдо. Все продукты использованы украинские. Чему я подложу? Картофель. Не украинский продукт. Когда-то в Украине проходили целые бунты. Сжигали поля. Почему? Потому что ели выходят плоды. Синенькие. Которые стали, икра из синеньких, мегапокулярными. И вот появилась какая-то даже не оригинальная кухня, а кухня одещины. Икра из синеньких это то, что там есть в каждом доме, в каждом украинском ресторане. Поотложатый тоже неукраинский продукт. А, кстати, вы знаете, почему «синенькие» называются? О, это на самом деле очень крутая длинная история. Да. Кто расскажет, что такое «почему синенькие»? Кто знает поднимите руку? Ага. Иди к нам. Вот он, кто поднял руку. Что? Ты 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 что? Одна из версий, что это одесские корни. Одна из версий стоит одесские корни. То есть на еврейте китай сильно. А поскольку приезжали все время эти ягоды, ягоды из оттуда, поэтому на одесском фланге слово «сины» — синенькие китайские ягоды. Это одна известная, ребят, зайдите в Википедию очень часто, когда кто-то из павров меня спрашивает то или иное слово, что оно значит, что значит тот или иной метод. Крутая штука, очень много нового я нахожусь для себя. Раньше я сказал, что винзука — это уксус, метод названия компании, ксерост и т.д. Штугарь, который раньше в Японской кухне использовался, я считал, что он копченый, нифига, он жареный и подается, вакуумируется в соусе унани, поэтому вещей таких, ну, весьма много. И хочу снова передать слово Александру, он сейчас украшает даже свое блюдо, пускай он расскажет такую крутую историю. Спасибо большое. Здесь мы сейчас продвигаемся к гусям. Гусям, 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 гусям. Значит, что мы делали с гусям? Гусям мы запекали при низких температурах целого, потом обдирали его на мясо. Делали... Борячки мы запекали в косморе, потом мариновали их в малиновом уксусе и сделали шпинатный гель. Ну, круглосаде, да, я не хочу. Классно? Плассно? Влажный смертный наш первый раз наступаем. Плассно. 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 на наш проект, что, зачем мы делали, чем уникальный еще проект, тем, что каждому блюду действительно есть своя история, так как, допустим, как в Вене, он посвящается полководцу Джонгл Джонсу и его знаменитой исторической битве на нашем ремане, так же самое, как этот гусь с барячком, он посвящался повару, которому, что действительно это исторический факт, которому дали вольную его и всей его семье. Сегодня я, сейчас я расскажу о следующем проекте, который меня натолкнул уже, когда я создавал, ну, работал над этим проектом. Сегодня я неоднократно слышал от ребят, коллег, херсонские томаты, херсонские арбузы, это очень приятно слышать. Да, действительно, у нас очень богатый край, я хожу с тем, что живу в Херсоне, я родился там, у нас вот вольная земля и этот проект не толкнул ни одна мысль, а почему бы не сделать так, проанализировать свой регион, чтобы знали не только томаты, арбузы и дыню, а знали, ну, все, что у нас растет. У нас очень много фермеров, я сам о них не знал. У нас есть уникальная специя, это шафран, который у нас идет, это дыра и специя, и вот у нас был сезон спаржи, это тоже местный локальный продукт, мы его продавали в ресторане, мы даже сделали, ну, спаржи у них когда выводили, мы сделали вещи спаржи. И, ну, действительно, было вкусно, что люди попросили, если можно его продлить, мы звонили уже на поляну, там остатки подрезали, мы еще месяц протянули, поэтому проект существует усношенный на смак, я хочу посвятить полностью, проанализировать за это все время все локальные продукты, все местные продукты и немаловажная их сезонность. И так, друзья, подытожим, для того, чтобы открыть свой ресторан, необходимо развиваться эти периоды, постоянно что-то изучать новое, вот, кроме этого, если вы хотите открыть свой ресторан, ребята, работаем от души, вот сейчас мы женой в ресторане Ю просто кайфуем, почему Ю – это ЮК, Ю – это ты, Ю – это каждый раз, это ресторан по локальной кухне, а у украинской кухне. Еще одно что, обязательно нужно быть честными перед собой и перед гостями, то есть, если есть поставщики, не берите отката, ребят, чем успешнее ваш ресторан, тем становитесь вы быстрее крутым поваром, у вас открываются еще три ресторана, плюс еще три ресторана, вот так мы дошли до 13 ресторанов компании G2, тогда уже принялись возможность немножко инвестировать в рестораны и тогда уже вот эти партнеры, с которыми ты поступал честно, готовы помочь и тебе. Компания Metro, у них крутая есть площадка по созданию сайта. Я думаю, блин, а где еще 500, 700, 1000 баксов для того, чтобы сделать свой сайт? Ребят, там очень сильный движок, я послушал представителей, думал, блин, круто, сейчас заканчивается, финализируется сайт, и увидишь, он всегда будет в топе. Дальше, очень здорово, что есть компании, которые нам помогают делать нашу работу красивей, минимизация как в этом, это крутая посуда. Крутые продукты, это то, что вот сейчас в ролике, почему я застрел внимание на Metro, потому что вот судя это компания, которая показывает, что готовы слушать, появились маленькие машинки. Вот она сейчас привозит на маленькие машинки вовремя, плюс бренд MetroShare, это то, что каждый из нас может изменить. Мы хотим качественный продукт из любого региона, и компания старается сделать так, чтобы была струк, мы действительно одобрый наборный продукт. Следующий момент, о чем я хочу поговорить, ребят, мы в конце прошлого года объявили о проекте Ukraine culinary faces. Это очень важный для нас проект. Все рестораторы хотят, чтобы ресторан был как Бэтли. Кухня, ну не везде как Бэтли, бывает и в Запорожске. Не каждый ресторатор готов показать своего повара или шеф-повара. А я хочу, чтобы о поварах и шеф-поварах знали, чтобы они стали некими героями своего ресторана, чтобы Вася, Миша, Гриша, Петя, где вы там приходили к конкретному повару. И конкретный повар, у него сто трезвий. Если знают, что там готовит Неванов Петров Сидоров, он не может приготовить плохо, он будет стараться готовить идеально. Таким образом, мы сможем сделать нашу украинскую кульнарию на шаг ближе к тому, чтобы стать топовой в Европе. мы решили сделать пять номинаций. Две из них, ну нет, три, они не супер мега важны. Это те ребята, которые продвигают украинскую кухню. Ну это круто, молодцы как бы там. Ну им практически все знают. Ребята, которые продвигают дорогую кухню, ну их тоже практически все знают. Хорошие каникеры, хорошие жители. Их тоже практически все знают. Главная цель этого проекта это New Ukrainian Culinary Faces. Я когда, буквально не так давно, до основания ассоциации, был простым поварюшком, который вам купил от рассвета до заката, боялся где-то выехать, потому что я боялся, что мои повара накосячат. И таких, как я, очень много. В Фейсбуке мы объявили о том, что каждый из вас может показать своему повара и шеф-повара. Это только первый этап, первый год. В нашем совместном проекте с компанией Котельера, за что и низкий поклон за то, что они сделали вот этот проект о украинской кухне, о нас. Я очень благодарен, что они до последнего тоже у них руки трусились и не переживали, придут ли люди, поймут ли они, что украинская кухня это то, что на душе от сердца. И вот в этом совместном проекте нет мест, нет улучших и нет худших. Все имена расположены только согласно алфавиту. И две после интернации, которые для нас архивали, то, что я говорил, это New Ukrainian Health и дети, которые начинают свой кулинарный путь. Я хотел быть медикам, но у меня не было денег. В итоге говорю, что в большинстве мы модернизовались, у меня есть китель, у меня есть нож, есть холодницы. И так, и так, но у нас повеселенье проводится. По сути мне хочется, чтобы в нашу профессию приходили осознанно. Поэтому мы выделяем тех, кто на этом юном этапе уже осознанно изучает кулинарию. Мы готовы презентовать ТОП. По плану это было ТОП 100. Но так получилось после голосования, что некоторые ребята набрали одинаковое количество голосов. Список я засчитывать не буду. Это ТОП в этом году 120 лучших украинских поворотов и шеф-поворотов. Мы уже готовы сократить это количество. И мне хочется, чтобы каждый отдавал частичку себя для развития украинской кулинарии. Еще одно, что очень хорошо, ребята. Покажите ваших поворотов. Покажите себя вашим гостям. Станьте более ответственными перед тем, как вы отдаёте своё блюдо. Пускай его знают. Если вы накосячили, вас будут ругать. Тот же номер, который перестроился. Мебель внутри. Буквально лет 10 назад такого терминка с кандидатской стыки просто не существовало. Это с меньшим количеством продуктов, нежели у нас. Следующие. Ребята. Этот список мы опубликуем в наших соцсетях. Итак. И еще один проект, который мы хотим анонсировать вместе с компанией Каперера. Это второй Ukraine Culinary Days. В прошлом году мы его объявили в феврале. Сейчас мы с сегодняшнего дня запускаем. Ребята. Вне зависимости от того, какой у вас признак, какого направления. Я бы очень хотел, чтобы вы составили маленькое, короткое меню. Зарепестировались на нашем сайте. Заполнили анкету. И показали, что вы знаете по украинской сбуке. Этот проект сотрудник с сегодняшнего дня. И в течении месяца мы принимаем заявки. Следующий месяц после приема заявок мы объявляем дняем украинской кухни по всей территории Украины. И я очень буду радостей. Вы там, эти ребята. За границей. Те, кто уехали из нашей страны. Пускай не они разминают украинскую кухню. Один. Я ничего не смогу сделать. Один Дима Борисов. Тоже ничего не сможете сделать. Даже если месяц. А с двое. Через год. Через год выйти в космос. Он тоже ничего сделать несложно пройти. Давайте вместе будем продвигать украинскую кухню. И так. Через месяц мы запускаем дни улица кухни по всей территории Украины. И я надеюсь, что за ее припьем. У меня просто было четыре страны, местные с нашим проектом. И 24-го числа. Кто знает, что это день? 24-й на 8-й. День независимости нашей страны. Давайте по всей Украине проведем гастро-ужины. Посвященные нашей родной украинской кухне. Браво. У-у-у! У-у-у-у! Еще три. Поддерживайте наши украинские страны. Когда нас задали вопрос, почему украинские страны не популярны. Почему? Да потому что в них никто не ходит. Давайте будем показывать и классическую украинскую кухню. Она должна быть без понятия своих истоков, без истории. Мы не можем идти в будущее. И конечно же, ребята, можно прогрессировать другие страны, делать современные модные подачи. Не уступать нашим европейским коллегам. И, по сути, мы там только в наших силах сделать Украину великой кулинарной страной. Инстаграм. Ресторан. Иван. Утю. Подписывайтесь. Подписывайтесь. У нас обычно планируется разных мероприятий. И еще тогда поставьте отметочку, когда вы будете в нашем ресторане. Вам понравилось, либо не понравилось. Мы хотим, чтобы по таких ресторанах украинские знали все. И я желаю удачи каждому из вас, прогресса, развития. Желаю, чтобы каждый из вас открыл свой ресторан, свои мечты. Чтобы вы там кайфовали, несмотря ни на все уроки. Чтобы у вас сейчас всегда было успешно. Чтобы ваши проекты знали во всем мире. Чтобы, по сути, каждый из нас смог не так от природы платить сам себе зарплату и еле-еле выживать. Чтобы каждый из вас смог путешествовать, в основном, проводить коллеги во всем мире. И... Я с тобой прошу не буду выступать. Спасибо всем, кто из вас пришел. Спасибо. Шпитер. А, ну, ладно, 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 ладно. Производство, у нас будет подарки от компании. Мы отравили, вы и так ее хорошо знаете, но подарки лишними не будут. И мы плавно... Как же автомобиль? А? Как же автомобиль? Автомобиль на улице? А, окей. Полицейский. Полицейский. Друзья, всем спасибо. Мы завершим украинский шоу. Спасибо, ребята. Спасибо. Друзья, в том, что вы, пожалуйста, не разговаривайте. Посмотрите. Дуже-дуже швидко будет начаться. И сегодня у нас был один день. millimeter-деально, чтобы поговорить, представить, Украинскую купню в Украине пуш you. Но у нас есть все же хliche, чтобы вынести Украину, украинской фавелизации, украинской�цкой всю их кухню, отрочивать ее популяризию и мор Çков pul-ку по всему будет. Мы благодарим за всех вас, что верили на нас, в наш первый проект. Это belongs в город中 최고 всё время кастрюли. И будет тут рядом с нами. Я дякую нашим подаратам Сергею Калин, Юрию Ковридовичу. Дякую нашим актерам. Дякую каждому чему ресторату. За то, что вы сегодня створили с энергией знаний, веры в украинскую кухню. За то, что вы популяризируете украинскую кухню. И за то, что вы ее любите. Дуже-дуже спасибо. Но... Найбільше дякую. И Юрию Ковридовичу я хочу сделать команду, которая работала 24 на тень, для того, чтобы все занять сегодня. Прошу командного дерьера, вы выходите на сцену. Еще раз празднуйте. Еще раз празднуйте. Выходите на сцену для сильного вопроса. Дякую. Поздравляю. Поздравляю. Друзья, я так дал Зеленского, но он не пришел. Каждый так интересный, что на следующей Украине, более-торее. шел каждый президент из года в год, когда 31 число давал свой какой-то коротенький пост, что приходил на наш проект. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»